Боже, милостью будь как не грешным, ты создал меня, Господи, и помилуй меня. С числа я согрешил, Господи, прости меня, грешный, и помилуй. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающую даже большего почитания, чем Херубим, и достойную большее прославление, чем Серафим, безболезненно родившую Сына Божия. Истину Богородицу Тебя величаю. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради причистой Твоей Матери, силы и честного Твоего Креста, и святого Ангела моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благою души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, отисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, и посети силы немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Сарство Твое, да был Бог Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому ложнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Сарство и Сила и Слава веки веков. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню соглашаем Тебе сильным. Свят, свят, свят и Божий, молитвуем Богородице, помилуй нас. Слава Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпении Ты, Божий, не прогнился на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, уразвливать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, почитай. Седьмой псалом. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я оплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон у людей встанет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде Твоей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечтивых, а праведника подкрепи, ибо Ты, испытывающий сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим право сердцем. Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, Приготовляет для него сосуды смерти, Стрелы свои делает палящими. Вот, нечтиво зачал неправду, Был чреват злобой и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, И упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, И злодейство его упадет на его теме. Славлю Господа по правде его, И пою имени Господа Всевышнего. Господи Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, Ради врагов Твоих, Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда, взирая на небеса Твои, Дело Твоих перстов, На луну и звезды, Которую Ты поставил, То что из человек, что Ты помнишь его, И сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, Славой и честью увенчал его, Поставил его, владыку, Над делами рук Твоих, Все положил под ноги его, Овец и волов всех, и также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, Все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле! Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, И избавь меня от зла, И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждений, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть к греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня без печи належащего и спаси меня стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня, владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердии Твоему принимая за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня в виде в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и источник и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 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 Господи, Вседержителю, Божий сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущие, озирающие домы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясноведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Аминь. 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 Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляйте, как Богородицу, всегда блаженную, пронепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога слово, достойную большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их Божий на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесно, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном и Святым Духом во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, освоили изучаемые ими предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу близним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости. И Тебе слава возносит всегда на ней пресно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе наш Бог и Его, аминь. Свят, свят, свят Господь Саваук, вся земля полна, слава Его, алилуйя. Слава, высший Бог, на земле мир, в человеках благовольнее. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за этот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Воздай вечности добром, помогавшим нам в путешествии нашим. Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Людмилу, Надежды, Сергею. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарству. И введи на веки вечное царство Христа Бога нашего, львуя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономном, чтобы было еще уделять нуждающимся. Спасибо, Господи, помимо отца моего духовного, родители и сродника, благодетели, митополита Иллариона, епископа Евтихий, Вениамин, Агафангел, Диамида, Тихона, Антония, священная Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроса, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Олега. И Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, истопа Максима, митрополита Сергея, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иношеский чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, им дай еще священника, если угодно Тебе, Господи, смири власти воинствах, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и дару мир Израилу, России, Украине, Сирии, делай найден, и научи нас ценить это мирное время, слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобой. Без всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день Сохрани нас от всякого рода зла и греха, и умудри во спасение, сохранять непосильных искушений. Посети врагов, коснись их сердца, примири их с нами, и в судный день, и помяни им их безумие. Посети благодетель, воздай добром, Елену, Супернину, обрати, Евгения, Наталью, Эдуарду, Надежда, Юрию, Аси и помилуй, Васьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину, Рашинка, Дело, В общем, побуди всех на проповедь, благовестия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спасибо, Милу и Надежда, Екатерину, Валентину, Анастасию, Евгению, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езву, Руссика, И дары веры истинной, Самире, Тимуру. Приведи их к христианской вере. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найди отступников Михаила, Николая, Александра, Юлии, Благослови Максима, И от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря, Потерянного Александра, Найди его, Господи! И Алексея, блуждающего, Косни сердце ему, Благослови Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Романа избавла Духа Лжи, Благослови Виталия, Никиту, И дай им желание в поте лица Трудиться, добывая свой хлеб. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриарх, Иедрани, Эмми, Амус, Наум, Истая, Иеремия, Варуха, Икин, Иль, Осия, Иои, Иоги, Исапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк, Нехевра, Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Того нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, саделом в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы Архангель, Херни, Серафиме, все небесные силы престола Божьего предстоящего, святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Анна. Молите Бога о нас, святые мужчинки и мужчинцы, инатий, богоносец, поликарм, сенский, святые лосуха, снах, Демьян, ангелий, стративатый, ирун, мужчины. Флемент Римский, Флемент Анкирский, Анфимий, Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мужчин, царь Виколай, святое царское семейство, Владимир, И.М. И.М. и Осип, Борис И.М. и Глеб, молите Бога о нас, что укрепит Господь народ свой, чтобы никто не принял очертания с двери, антихрист, антимов, и не имел доверия в старшие родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, И.М. и Антоний, А.Панасов, И.М. и Крем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Кеодосий, Корнилий, И.М. и Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серапин Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Меподин, А.К. Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, святые Василий Великий, Григорий Богослов, И.М. и Антоний, А.Панасов, И.М. и Крем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Е.М. и Сергий, Радонский, Степан Пермский, П. Радонский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Меподин, А.К. Николай, Макарий, Алтайский, Киварет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, и вы, жены и девы, тёх и первомученица, Патинеста, Марина Феврония, Держа Надежды, Любовь, Матерь Сокия, Наталья Грина, Варвара, Екатерина, Кирикатура, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Едипетская, Пресвивая Тила, Андроника Ивиния, Киприяна Устина, Дарует Господь, жены к девам, послушание и молчание, и стыдливость, и сохранив от всяческого поругания, исправь и покорилась Галина, семейство Евгения, Надежда, Людмила и Анна. И прими нашу молитву, Господь, воздяня рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Боже, услыши, прими, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Возри на молитву нашу, приблизь его к себе, ради голгофских страданий Сына Твоего, Единородного Господа и Бога, нашего Иисуса Христа. Всех ради святых и проливной крови Твоей, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, посети Господи болящих, дай силы перенести страдания Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря Надежды, Татьяна, Татьяна, Алектина и Людмила, Александра, Александра, Валентина, Мария. Благодарю Тебя, Господь, за друзей и за врагов, за болезни и здоровье. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Хвала Тебе, Наш Иисус, слава Тебе, что Ты прожил это мирное время. Сохрани нас в этот день от непосильных искушений, от страданий. Будь милостив к нам, Владыка, и защити нас здесь, и селения наши, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серяты, Владимира, молящую Людмилу, Любовь, Алексея и Осипа, пришли добрые жители, знающих и любящих Тебя. Хвала Тебя, Наш Господь. Слава Тебе, Великий Дивен во всех делах Твоих. Благодарим Тебя за милость, за продление жизни, за свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас в нем. Защити наши сокровища в интернете, книги «Здесь и в пути», и «Трудящихся» Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора Голубина, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Содружества и Благословия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Укрепи нас, дабы никто не принял очертания зверя Антихриста. Исполни нас силой и Духа Твоего Святого, водительством Его, дабы никто не оказался опоздавшим, дабы имели страх пред Тобою. Аллилуйя! Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтья, Евангелия, Симона. И кто помогает нам быть воздаем добром. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Аминь! Говори, Господи, слушайте, да слышит, раб Твой! Слава Тебе! Доброе утро всем! Аминь! Доброе утро! Доброе утро, Ангел! Доброе утро! Аминь! Доброе утро! Можно, можно? Братья! Говори! А, братья, мир вам! Я работаю сторожем, ну, то есть, работаю, поэтому не всегда имею возможность, и поэтому не всегда получается так, что я сплю, а иногда работаю. Вот, ну, поэтому получается так, что я включаю, а ухожу по работе, и у меня включены записи, и там, и я как будто бы присутствую, а меня нету просто рядом. Вот. Но я не отключаю, потому что записи, поэтому я не отключаю. И еще, то, что Игнат Тихонович говорит, у меня друзей много, а как Иисус Христос сказал Иуде, Искариоту, друг! Так вот, если он Иуде, Искариоту сказал, друг, то тем более у меня-то полно друзей. Вот. Вы мои друзья, Игнат Тихонович мой друг. У меня много друзей. Все, кто меня наказывает. Клава Христу. К Тихонству. Ну, отошел. А, еще, извиняюсь. То есть, я так не понял, Игнат Тихонович подумал, что это я против записи, что ли? Я-то не против записи, я наоборот за запись. Всегда записывать надо, всех записывать надо. И везде записывать надо. Везде камеры стояли. На улицах везде, в квартирах, во всех везде, в подъездах везде, чтобы видеокамеры за звуком были. Отошел. Игнат Тихонович мой друг. Ну, и что ли? Ну, и что ли? Я говорю о молитве. Взгляда, я орудь поставил, и включил. Но пока, пока заходу, в общем, Христос молился, нельзя, люди, а портал Павел, преклонили к арене. И он сразу и взял. Слушайте внимательно. Какие вопросы, какие ответы, какое сокровище раскрывается. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 11. Вопрос 2420. Неужели до самой гибели Российской империи так никому в голову не пришла такая простая мысль, что народ должен понимать смысл богослужений? Хотя какие-то книжки были для народа, чтобы люди могли хотя бы дома со словарем понять, что им поют в церкви? Если такие переводы были, то почему же их не применили на практике? Отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Сегодня мнимо верующие приверженцы церковно-славянского языка долдонят, что нельзя точно перевести на русский язык то, что на таком певучем и таком божественном языке звучит в храмах. Но это есть стопроцентная и дикая ложь. Уже задолго до обновленцев, прозвищем которых сегодня клеймят любой просвет во тьме невежества православного, уже были переводы богослужений. Цитата. Руководство к пониманию православного богослужения, содержащие шестопсалмии, часы и песнопения воскресные, праздничные и великопостные на славянском языке с русским переводом, с приложением наставления о молитве, ежедневных молитв, символа веры и заповедей божьих. Составил протоиерей магистр Петр Лебедев. Одобрено Министерством Народного Просвещения как, цитата, «наиболее целесообразное изложение учения и богослужений для гимназий и прогимназий». Издание «Седьмое», Санкт-Петербург, синодальная типография 1898 года. Перепечатано по благословению Преосвященного Лавра архиепископа Сиракурского и Троицкого. Типография преподобного Иова Почаевского в Свято-Троицкий монастырь. Джордан Виль, 1990 год, 176 страниц. Предисловие. Православное богослужение чрезвычайно благотворно может влиять на душу христианина благолепием храма, знаменательностью обрядов и особенно назидательностью чтений и песнопений. Но тогда, как достаточно простого взгляда, чтобы восхищаться благолепием храма, довольно малой христианской проницательности, чтобы сквозь покров обрядов видеть важнейшие события из истории нашего спасения и поучаться воспоминаниям их. Недостаточно самого напряженного внимания даже образованного человека, чтобы понять вполне важнейшие чтения и песни нашего богослужения. Нужно непременно перечитать их несколько раз, вдуматься в расположение слов, нередко справиться с первоначальным их греческим текстом. Тогда только скажется уму весь высокий смысл их и почувствуется душою вся назидательность их. чтобы облегчить труд ознакомления с важнейшими чтениями и песнями нашего богослужения, мы напечатали избранные из них на славянском языке с русским переводом и объяснениями. Собранные нами цветы из сада церковного да привлекут, да расположат их к частому посещению самого сада церковного святого храма божия, чтобы созерцанием красоты и вкушением благ этого земного рая божия воспитать себя для вечного созерцания красоты и вкушения благ царства небесного. Конец цитаты. Это предисловие есть лишь пустой звук мечтаний плотского ума, который колобродит в пустоте созерцания о неизбывшемся за тысячелетия. Совершенно невозможно, чтобы неграмотные люди сидели с оригиналом греческим или глаза на три предварительно читали прокинны или раза на три предварительно читали прокинны и кондаке, а потом вылавливали их в храме. Ах, вот это я читал, ах, вот это, вот оно, что звучит, ах, наконец-то уловил, наконец-то ухватил. Да для чего же эти ребусы и шарады устраивать для приходящих в храм? Евангелие от Луки 11.52 Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. С естественной тьмой намного легче бороться с чем с поповскими закорючками, чем с мраком непонятного церковно-славянского языка. Псалом 104 28 Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. 1 Коринфянам 14 11 19 Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. тьму на подъем ос тьму 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком. Тема «Русский язык». Том 12. Вопрос 2623. Есть ли размышления зарубежных архиереев о русском языке? Или они так и уходили из жизни, считая, что церковно-славянский язык нужен людям? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Мне в руки труды их не попадали, но допускаю, что были такие возрожденные и смелые, но мне не удалось близко быть с ними. Есть чуточку рассуждения епископа Григория Граббе. Цитата. Судьба каждого человека когда-то постареть и подкрадывается это незаметно, часто давая себя знать после какой-нибудь болезни в старости. Я огорчался, когда меня вышибли из синода еще способным к работе, а когда заболел во Франции после трех недель в больнице, совсем не мог ходить, то увидел ясно, что моя активная песенка спета деваться некуда. Надо только благодарить Бога, когда что-то в органиченном в ограниченном размере еще можешь сделать. Надо помнить, что всякая наша немощь не от интриганов, а по воле Божьей. Слава Богу, что убирает Господь из мира сего нескоропостижно, дает время для покаяния. Надо благодарить Бога, если дает возможность что-то хоть малое, полезное делать и пользоваться случаем, когда Бог дает такую возможность. Мне сейчас Он дал силы написать работу о церкви и послал мне много нечаянного материала. Я понимаю вашу мысль относительно богослужебного языка и особенно в отношении молитва слова. У меня являлась мысль, что для начала надо было бы ограничиться некоторой русификацией, а не полным переводом молитвослова, хотя бы сокращенного. В нем перевести малопонятные слова и обороты с похожей на славянский язык внешностью. Но это большая работа, для которой я не подготовлен и не мог этим заняться. Для знатоков и любителей славянского это вероятно звучало бы святотатством, но помогло бы сохранить хотя бы некоторый звук славянского и понимание его в некоторых случаях облегчить даже интеллигентам. Что вы думаете? Конец цитаты. Если священники претендуют на звание пастырей, пастуров, то нужно же иметь и овец, а не всеядных гиен и шакалов. Рок Исайя 13 22 Шакалы будут выть в чертогах их и гиены в увеселительных домах. Сирахова 13 22 Какой мир у гиены с собакою и какой мир у богатого с бедным? Я сын пастуха и пас много лет и овец и коров. Нужно знать, что может повредить животным, где лучшее пастбище и где хороший водопой, где могут твои подопечные лучше отдохнуть, как их сохранить от волков. Если ничего из этого священники не умеют делать, то они не наемники, а лютые волки не щадящие веренных им овец. Деяние 20 29 30 Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Псалом 22 2 Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим. Иезекииля 34 2 Сын человеческий из реки пророчества на пастыре Израилевых из реки пророчества и скажи им пастырям так говорит Господь Бог горе пастырям Израилевым которые пастли себя самих и не стадо ли должны пасти пастыри Непонятный язык это непроглатываем ая масса и потому скотинка голодная и будет искать где бы ущипнуть доброго корму мне ничего от вас уже не надо переборол последние толчки смотрю сквозь щель с той стороны ограды и я не должен никому почти во сне бесчисленно от смерти убегал с холодным потом возвращался в тело срывался с альпинистами со скал когда мой штырь забит был неумело не спотыкайтесь о мои заслуги соблазны не мозольте на скамейках кто семишлемным кто семилемешным воспользуется плугом им целину взрывал хотя не вся хоть не всегда умело в наследниках моих не одиночки сумейте сохранить и приумножить мой опыт благовестия живым сгодится очень в преображении тем кто на Христа похожи сотрутся в памяти последние следы сопровождающие мысли и деяния предупреждал дел будет не впродых моим воспользуйтесь же опытом и знанием имейте юмор трезвый и улыбку ведите растерявшихся к загону и без предвзятости учитесь на ошибках во свете истины библейского закона за лидерство не бейтесь понапрасну быть пастырем ответственно и страшно стакан воды подай пролей рекой в массы с усердием зови и обработай пашню я не инспектор вам но пристально смотрю прошу не культивировать потом мои ошибки закон любви единственный ваш крюк на нем как знамя и мои пожитки сопровождающие мне нужна молитва не канонизировать пропущенные буквы за гранью дней затворенной калитки мой мирный труд и битвы совокупно 4 февраля 2005 год Игнатий Лапкин лёгкие стихи такие кубайм он только считал больше никого так нет любую тему проказа строкой только ручку успевал писать если бы не сдал последние 4 тома стихов 800 страниц и каждая строчка заполнена невероятно и тут сразу всё отрезан во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым окон тема русский язык том 12 вопрос 2714 если нынешние люди не понимают богослужения то как могли понимать в прошлые века или так и воображали что что-то понимают в этой шифровке отвечает Игнатий Тихонович Лапкин многие и раньше уже понимали что богослужение есть тайна великая и неразгаданная умышленно создавали такую тайну и на этом всё только и строится и проигрывается цитата учение о богослужении как предмет преподавания в ряду всех предметов школьного обучения учение о богослужении наиболее требует наглядно конкретного метода показательных уроков своего рода экспериментов богослужение душа религии ее живое выражение наиболее трогающие сердца изумительно крепко укореняющиеся в людях языческие обычаи свято хранящиеся даже интеллигенции несомненное доказательство этому в православном богослужении общение с Богом величайшее таинство Евхаристии связующее человека с миром горним в богослужении красота пластическая жизненная и потому наиболее популярная и рядом с этим приходится констатировать что обучение этой науки в средней школе представляет сухую безрадостную пустыню в которой ни капли росы или освежающего душу благоухания так что иногда ни слова не поймешь жалуются на катехизис видно не заглядывали никогда в книжки трактующие о богослужении в последнее время появилось еще несколько книжек думалось в новых повеет духом иным но после этой надежды лишь горше было разочаровывался ко мне подходят два малыша гимназисты третьеклассники с книжкой о богослужении с просьбой разъяснить ему руку беру и каждый раз смущаюсь что же я стал объяснять им когда здесь нечего объяснять все слишком просто мертво для объяснений эти то вопросы навели меня на предлагаемые размышления изумительно прежде всего расположение частей курса какая-то анатомия богослужения все схоластически расчленено до того что становится нестерпимо больно от этой мелочной классификации мучительной терминологии с еще более мучительными объяснениями на своем месте где данная принадлежность имеет употребление она запомнилась бы красочно ярко в реестре какими начинаются книжки о богослужении ярки только пояснения цитата храмы строятся в виде креста круга корабля звезды укажите о законоучителе такие храмы которые без натяжки подходили бы под эти символы и ответьте на вопрос ребенка какой вид имеет казанский собор в петрограде и что этот вид символизирует символы символы какая глубина в символе реальном действительно ощущаем аль креста на тебе нет чай христианин тоже укоряет собрата наш крестьянин и в этом такая глубина понимания символа но умножать символы значит вводить чуть некощувственный элемент святыни амвон знаменует камень отваленный от гроба с которого ангел возвестил мироносицам о воскресении Иисуса Христа а количество куполов на храмах неужели в самом деле в этом тоже есть символ что же означает храм с двадцатью двумя или двадцатью четырьмя главами о существовании коих могут узнать ученики да простит мне один из выдающихся и несомненно благоговейных литургистов профессоров академии что я вспоминаю его слова цитата если свеча предносимая предевангелием на малом входе означает Иоанна Крестителя то позволительно спросить что или кого означает священосец и рука его в которой он несет свечу символизм в богослужении великая святыня и применять ее куда попало нельзя такой авторитетный ученый как профессор А.А. Дмитриевский указывает на необходимость очищения нашего учения о богослужении от ненужных истолкований в символическом смысле того что создавалось историческими условиями как случайность и имело в свое время исключительно практическое значение этим только углубится понимание подлинно символических элементов и самое понятие символа получит более серьезный характер все эти речи о принадлежностях богослужения напоминают мне тоже как если бы кто вздумал ознакомить учащихся ранее знакомства с Пушкиным с селом Михайловским с Царскосельским лицеем и тому подобное все это легко и сердечно запоминается когда связывается с переживаниями сопровождается живыми опытами иначе все сводится к каталогу хотя бы и иллюстрированному конкретный характер часто пытаются придать учению о богослужении рисунками таблицами напрасная затея все это принадлежности а не суть и потому души содержания они не скрывают и потому души содержания они не скрывают душа в самом богослужении совершаемом в храме удивительно что и изложение богослужения новейшие книжки стали иллюстрировать картинками я допускаю даже что это подлинно художественные картины а не та безвкусная чуть не кощунственная мазня которая которая угощает наши школы издательства Сытина конечно издатель ни при чем неужели можно картинку что-то пояснить это не стихотворение не рассказ не драматическое произведение здесь все в самом акте в духе его не передаваемом никакими техническими способами надо показать в самом богослужении здесь новая трудность учение о богослужении расходится с практикой в начале литургии поются не псалмы а самое большее 5-7 стихов первый час обходится почти везде без псалмов получается из преподавания один результат возможность убедиться в том что теперь богослужение значительно сокращается и то что должно быть не исполняется то что исполняется так же не удовлетворяет показательным целям богослужение должно влиять и на мысль и на чувство в нем должна быть идея и проникновенность ни того ни другого чаще всего не бывает чтение никогда не сопровождается оттенками чувства не говоря уже о диаконстве которому писан один закон бесчинными воплями оглашать воздух для чего и сами владыки протежируют только голосистым диаконом ни священники ни псаломщики не знают чтение с оттенками чувства не театральными а проникновенными в которых отразились бы хотя такие основные элементы как покаяние и смирение дерзновение и хвала основные мотивы шестопсалмия прислушайтесь к молитве стоящих у входа в храм простецов к их вздохам и воззваниям какая сила какая настроенность прислушайтесь к южному только не искалеченному слава вышних богу вот воздыхание сердечное чтение пение только рельеф не выделяет манеру чтения и еще обиднее отсутствие идейности в нашем сокращенном богослужении конечно становится нестерпимо скучно раз всегда слышится одно и то же раз нет в молитве даже различия между праздником и воскресным днем вычитывая все шестопсалмия все малые теньи священнослужители с легкой душой опускают содержание данного дня стихиры седальны тропари канона ведь в этом физиономия праздничного да и ежедневного богослужения в нем смысл самого праздника обычай такого богослужения вероятно связан с теми временами когда редкая церковь имела круг книг и приходилось довольствоваться вследованную псалтырью когда полуграмотные чтецы не в состоянии были читать незнакомый текст теперь чтец должен уметь читать и потому весь передвижной состав богослужения должен быть выполняем везде непонимание сути богослужения как я уже однажды указывал в печати доходит до того что в состоянии великого четверга вычитываются все мал так простите непонимание сути богослужения как я уже однажды указывал в печати доходит до того что в состоянии великого что в стоянии Великого Четверга вычитываются все малые ектиньи и опускаются песнопения Триодии. После этого остается ждать вычеркивания Триодии разве и из пасхальной утренни. Обычное учение о богослужении сводится к изучению порядка служб, перечню и чтению молитв. К этому присоединяется символическое истолкование. Непосредственный смысл молитв и обрядов в их связи вытесняется с крайнею скупостью. В нашем православном богослужении, веками созданном, не может не быть единства связности частей. Вот в этой-то связи и заключается жизненный дух молитвы общественной. По отношению к литургии отчасти этот смысл богослужения выясняется. История жизни Господа проходит перед глазами учащихся. Но и здесь страсть к символизму затемняет другой смысл. Совершение Евхаристии. Главный нерв литургии. Еще печальнее дело обстоит в отношении к вечернему и утреннему богослужению. Учащиеся знают, что Псалом предначинательный напоминает о творении мира. Что священник, читающий светильничные молитвы, есть кающийся Адам. Что каждый день и в начале всеночной изображает Духа Святого, носившегося над бездною в дни творения. Что открытые царские врата указывают на невинное райское состояние прародителей. А закрытие врат на грехопадение первых людей и на собственные грехи молящихся, закрывающие для нас небо. Но непосредственный смысл Псалма, восторг души, созерцающий творения, не могущий кончить и снова принимающийся перечислять все эти дивные дела Господа. И этот неожиданный, но изумительный психологически заключительный аккорд. Да исчезнут грешники земли, а беззаконных да не будет более. Все это скрыто за символом. Напомним, что символ не простая аллегория, а многосмысленный образ. Прежде всего значительный, непосредственно и затем уже углубляющийся. Равным образом мало кто из отцов, законноучителей в литургии оттеняет эту важную сторону. Что литургия верных действительно отлагает всякое житейское попечение. Что ее эктиньи не похожи на эктиньи предыдущие. Что между возгласами перед Евхаристией скрывается глубочайшая психологическая последовательность. В этом отношении законноучителям следовало бы принять в соображение все те приемы, которые рекомендуются для изучения произведений словесности. Есть значительное сходство между последними и богослужением. Их содержание постигается не только мыслью, но художественно-психологическим чутьем, сердцем. А сердце лишь при подготовке и связи воспринимает впечатление. Веселье не заразится сразу грустью. Голодный не разумеет сытого. В богослужении есть градация настроений, психологически построенных на особых законах гармонии. Подменить эту гармонию и ввести в нее учащихся дело огромной трудности и такой же важности. Только таким образом можно не только показать богослужение, но и вложить любовь к нему и сознание его ценностей. Конечно, все это штрихи, наброски. Все это может быть разработано в форме целой методики, с точным указанием многих приемов, как дают методику художественного чтения. Необходимы также и соответствующие пособия, не картины, не планы, а извлечения из художественных произведений, иллюстрирующие молитву, раскрывающие силу ее и ее смысл. Можно ли лучше выяснить смысл чина православного погребения, чем с лечением этого чина сапухтинским реквиемом, в котором столько молитвенного и проникновенного понимания момента смерти. Нигде не сказывается так сухость в современной постановке преподавания закона Божия, как в учении о богослужении. Здесь более всего поэзии, теплоты, жизни. Богослужение – тело религии. Его легче всего показать осязательно. Вера учения, особенно в сжатом изложении, несомненно, оживить труднее, и сухость здесь не оттолкнет от веры. Но черствое, бездушное преподавание богослужения налагает на всю жизнь отсутствие понимания православной молитвы. А ведь быть без молитвы – значит быть без религии. И не от такого ли преподавания в духовной школе зависит то обстоятельство, что иные пастыри видят в богослужении не радость, не умиление, а нудный подвиг, вызываемый необходимостью. Статья «Мысль», 1915 год, страница 248-242. Неемий, 8, 8. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». 1 Коринфянам, 14, 11. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. 1 Коринфянам, 14. Когда молитва искренне идет, не по привычке топчемся привычно, тогда мы рвемся к Богу, и слова взахлеб, а не обыкуда их сонно тычем. Бог Саваоф не дремлет присносущий, душою ощущаем и без доказательств. Сам Дух Святой молиться нас научит, как для полета растопырить пальцы. Под небом звездным, куполом ночным, величие Творца неизмеримо. Словами восхищенными почтим, эпитетов найдем весьма старинных. Кружение мыслей мелких бессловес, да сгинет, да исчезнет безвозвратно. Борьба смертельная, рубеж проходит здесь, а сатанелый недруг прет на нас нахрапом. Молитвенное правило есть посох, неопытным в таинственных борениях, когда свои слова заносит косо, на каждой запятой лукавый кренит. У гроба близких временная зрица, отчетливой щита бездушных дел. Неузнаваемые, милые нам лица, под крышкой гробовой нашли всему предел. Сопровождаем мысленно ушедших, а так ли это там, не нам судить. Слезами внутренние слова мои прошепчем, не их, себя пытаясь подкрепить. Молитва посерьезнела в плену, в тюрьме злосчастному и при потерях людых. К незримому, единственному льну Бог утешает, гладит, нежно любит. Счастливейшему жребий дан молиться. Не по ветру нестись заброшенной пылинкой, без веры смертным негде прислониться. Комариком болтаться на паутине липкой. 2 апреля 2005 год Игнатий Лапкин 2 апреля 2005 год Игнатия Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 13. Вопрос 2761. «Когда вы начинали хлопотать о чтении библейских текстов по-русски за богослужением, то на вас нападали, обвиняя в расколе. Теперь эти люди признали ли свои обвинения вас в расколе ошибочными?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не признали. А сами, быть может, впали в раскол». Вот только одна публикация из журнала РПЦЗ. Прошло 9 лет, и автор Тимофей Алферов уже не Синодом, за который так ратовал. И именно его числят теперь Синодалы раскольником, а не нас. А мы как были Синодом, так и остались. Да и доводы у него даже не смешные, а насмешливо циничные над темной массой. Разве рожденный свыше человек, движимый Духом Божьим, может так издевательски относиться к душам прихожан, которые не понимают произносимых в храме слов? Вот как выглядела тогда их публикация по дискредитации меня в первую очередь, что не красной нитью, а кровавой веревкой через всю Тимофееву статью натянута. Сколько бы ни изощрялись в обмане душ помраченных непонятностью, а все остается в той же версте погибельный ров, отделяющий разом от слышания слов Божьих. И такие иностранцы вопят, чтобы их слушали, внимали их заклинаниям, чтобы быть тупым и темным очень даже полезно. 1 Коринфянам 14.11 Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Город Ишим, преосвященному Евтихию. Цитата. Наша крестовоздвиженская община города Барнаула на общем собрании единогласно постановила просить вашего святительского разрешения и благословения, читать при богослужениях на русском языке по синодальному переводу Библии 1876 года все по Римии, псалмы Давида, Евангелия и апостол. Подобная просьба наша вызвана тем, что наша община в подавляющем большинстве состоит из молодых людей, пришедших к Богу, принявших сознательное святое крещение и ставших членами нашей общины, придя из неверующих семей, в полном смысле от тяжкой тьмы атеизма, кришнаитства, к свету православия, и церковно-славянский язык нам непонятен. Мы горячо желаем, чтобы слова, приведенные ниже, воплотились в наших общинах. «Есть вещи крайне нужные», — говорит Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. «Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковно-богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешение и все устрашение, «внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг». Между тем, большая часть этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные книги плода, которые они могли производить, и не дает послужить им тем целям, для коих они назначены и имеются. «Ныне, завтра, надо же к сему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит». Душеполезное чтение, 1896 год, номер 10, страница 462. Из доклада о церковно-богослужебном языке. Принят решением Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 году. Четвертое определение. Второе. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка в богослужении. Чтение Слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время. Пятое. Желание какого-либо прихода служить богослужение на общерусском языке подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью. Это уже не первый запрос от нас к вам. Игнатий Лапкин, город Барнаул. Цитата. Уже не в первый раз я разъясняю о невозможности введения русского языка вместо церковно-славянского в качестве богослужения. Основание. Первое. В определении Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов ясно сказано о возможности введения означенного новшества лишь по одобрении церковной властью. Таковой властью для меня является Первоиерарх, Синод и Архиерейский Собор. И от всех трех степеней высшей церковной власти не было одобрения по данному вопросу, возбуждаемому мною с вашей подачи, о чем я вас информировал. Второе. С полной ответственностью утверждаю, что переход даже отдельных приходов епархии на употребление русского языка за богослужением неизбежно вызовет церковный раскол. Изучение верующими некоторых непонятных слов церковно-славянского языка – вещь вполне возможная и полезная, осуществленная тысячами современников. Это неизмеримо легче, чем преодоление церковных смут и расколов, которые вызовет нововведение русского языка. «Упорное нежелание изучать церковно-славянский язык, настаивание на своем, свидетельствует об ущербности духовного уровня членов общины и носят в себе признаки сектантского духа, чему я не имею ни права, ни желания способствовать». Епископ Евтихий, город Ишим, Санкт-Петербург, редакция «Возвращение». Цитата. «Убедительно просим вас отправить в Синод наше письмо, ибо у нас с Синодом прервана связь вот уже третий год. Не знаем, кто в этом виновен». Игнатий Лавкин, город Барнаул, Алтайского края. Священный Синод, Русская Православная Церкви за границей. Высокопреосвященный владыка, митрополит Виталий. «Просим во имя Христа дать нашим двум общинам Хрестовоздвиженской в Барнауле и Свято-Анфимовской в поселке Потеряевка, окормляемым протоиереем отцом Иоакимом Лапкиным, разрешение на чтение при богослужении на русском языке Псалмов Давида, Паримий, Апостола и Евангелия по Синодальному переводу 1876 года. Подобные запросы от наших общин неоднократно направлялись нами нашему ипархиальному преосвященному епископу Евтихию. Ответ епископа Евтихия нас немало никуда влетворил, ибо аргументы ответа сего не соответствуют действительности. По прилагаемому ответу епископа Евтихия высказываем наше рассуждение. Первое. Епископ Евтихий называет богослужение на понятном языке новшеством, хотя со дня Святой Пятидесятницы все народы прославляли Бога на их родном языке. Вернее, было бы назвать новшеством служить на непонятном, устаревшем языке. Слово по одобрении церковной властью епископ Евтихий непонятно почему относит к Библии, перевод которой одобрен и Синодом, и Патриархом. Слово по одобрении по контексту решений Собора 1917-1918 года относится только к новому переводу текста богослужебных книг и притом только к тому переводу, который еще не одобрен церковной властью. А мы-то просим только именно чтения мест священного писания, а не текста богослужения, которые всегда у нас на церковно-славянском языке. Так как перед первоиерархом, Синодом и Собором этот вопрос епископам Евтихиам был неверно поставлен, то и ответ всеми тремя степенями высшей иерархии, если и был дан, то не на наш запрос. Повторяем, мы просим письменного официального разрешения на чтение при богослужении только Псалтири, Евангелия, Апостола и Паримий по Библии синодального издания перевода 1876 года. Второе. Епископ Евтихий утверждает, цитата, с полной ответственностью, что переход даже отдельных приходов епархии на употребление русского языка за богослужением, цитата, неизбежно вызовет церковный раскол. Мы же считаем, что пугать никогда и нигде не бывшим расколом по такому поводу за всю историю церкви нельзя. Подобный раскол можно было бы вообразить, если бы в общине были желающие вести богослужение на церковно-славянском и на великорусском языках. Но если в общине все до единого и священнослужитель умоляют, просят, молят разрешить на родном языке вести не богослужение, а читать библейские тексты, перевод которых многократно одобрен и дореволюционным синодом, и патриархией, и заграницей печатают библии синодального перевода, то пугать мифическим расколом некого. Дорогие наши архипастыри, пришлите нам ваш ответ, и если он будет отрицательным, мы обратимся с нашей мольбой к собору архиерейскому, да услышит нас Бог и Матерь Божья. С искренней любовью к вам настоятель протоиерей Иоаким Лапкин, староста Игнатий Лапкин, церковно-приходской совет Янчук Яковлев Багуар. От редакции. Цитата. В 60-е и 70-е годы я жила на Алтае. Училась в Барнаульском педагогическом институте на филологическом факультете. Там и получила первые уроки старославянского языка. И хотя большим усердием в постижении цитата ненужного, как мы тогда считали языка, не отличалось, но именно те уроки дали мне возможность свободно читать церковно-славянские тексты уже в церкви. Думается, и сейчас в институте вряд ли откажут настойчивым собратьям миссионера Лапкина в изучении этого непонятного им языка. Посылали мы в деревню Потеряевку и в Барнаул букварей церковно-славянского языка. Дальше в нашей подборке читатель сможет найти статью «Три года с букварем», в которой учитель рассказывает об опыте работы с городскими детьми, усвоившими без особых усилий непонятный язык. В Потеряевке букварь остался невостребованным. А ведь Лапкин миссионерствует не среди диких племен, а в цивилизованном месте, в университете. Члены общины познали запутанную и неблизкую российскому духу идеологию кришнаитства. Эти страстные послания против церковного языка набраны на компьютере тоже вещь не такая уж простая для темного разума. Все можем пытливым умом, но с церковно-славянским возникла проблема. Может ли быть такое? Из далекого Якутска пришло письмо. С трудом подбирая русские слова, Надежда Михайловна Протопопова пишет «Сама я христианка, якутянка, умею читать по-славянски и люблю молиться по-славянски». Нужно ли здесь что-то комментировать? И уже не к Игнатию Тихоновичу, которого не знаю, и не к отцу Якиму, которого высоко ценю и люблю, и подпись которого с изумлением увидела под этим странным письмом, а к тем молодым людям, принявшим недавно святое крещение обращаюсь. Уверяю вас, это не такой уж большой труд вспомнить забытый, прекрасный, многокранный и многовместительный язык православной церкви. Потрудитесь и не ставьте в неловкое положение своих пастырей и родителей. Ольга Никитина, редактор журнала «Возвращение» Дорогой о господи Мирянин Игнатий Тихонович, ваша настойчивая просьба об употреблении текстов Священного Писания за богослужением на русском разговорном языке звучит довольно странно. Не меньше удивления вызывает и ваша проповедь о необходимости перевода богослужения на русский язык. Это все было бы понятно в устах священников модернистов из московской патриархии, таких как Борисов, Чистяков, Кочетков, Балашов, которые стоят за ревизию всего православного благочестия. Понятно, что этим людям и по национальности и по духу нерусским, несмотря на свои простецкие фамилии, язык церковного богослужения чужд, особенно взятый в его полном богатстве и многообразии, еще более неинтересен. Душа не обретает в нем ничего родного и близкого. Их как раз таки легко понять. Представьте себе, что волею судеб нам пришлось бы преподавать в Израиле Тору или в Персии Коран, да еще и на языке первоисточника. Нас среди прочего очень раздражал бы непонятный язык, как раздражает ныне церковнославянские патриархийных модернистов. Но вы-то, Игнарий Тихонович, вроде не их числа, вроде не из их числа. Не назовешь вас и Иваном, не помнящим родства или любителем примитива. Нет, все это решительно не про вас. А если так, то стоит ли тратить столько слов, чтобы доказывать, что церковнославянский язык жив, на нем пишут, на нем говорят, он обогащается новыми словами. Только все это происходит не в быту, а в богослужении. Пишут на нем новые службы святым, акафисты, каноны, молитвы. Говорят этим языком, обращаясь к Богу в молитве. Вы заметили, математики, врачи, археологи имеют свою версию специального языка, на котором общаются профессионально. И мы, войдя в общение с ними, не сразу все поймем. Церковь тоже имеет свой язык, но только возвышенный и очищенный. Ведь духовный мир имеет множество понятий, которые любыми обыденными словами не передать точно, полно, красиво. Есть в евангельском повествовании, тем более в богослуженных текстах, такие места, которые обычным языком и вообще невозможно передать. Получится почти кощунство. дайте к примеру равновесное, равнозначащее, разговорное русское слово следующим словам. Чресло, ложе сна, афедрон, снитесья в смысле совокупления, но это тоже славянское слово. Переведите мне из шестопсалмия, «Яка лядвия моя наполнишеся поруганий». Не ясно ли каждому приходящему в храм, что чтобы в церкви что-то понять, надо поработать над собой, приподнять себя для малопонятной мудрости, а не эту мудрость принизить до своего уровня. Если же человек упорно настраивает себя не так, и если церковь и ее уставы приспосабливает под себя, то какой же он христианин? Бог создал человека тварью словесную, значит, имеющую большой словарный запасы и умеющую этим запасом пользоваться для выражения своих мыслей. Церковно-славянский это наш родной язык, его необходимая, хотя и основательно подзабытая часть. Языки всех народов имеют свойство со временем вырождаться, упрощаться. Это видно на примере еврейского, латинского, греческого, английского, славянского. Новое поколение любого народа редко где понимает свой родной, но древний язык. Это плохо, но такова жизнь. Принципиально неверны ваши ссылки на опыт Кирилла и Мефодия противившихся ереси триязычников. Они ведь не помогали славянам забыть часть своего родного языка, что по сути дела пытаетесь сделать вы. Более того, они создали особую версию славянского церковного языка, обогатив его многими греческими буквами. Сравнивали ли вы когда-нибудь язык цитата повести временных лет или слово о полку Игореве церковным языком. Заметили ли разницу? Уже тогда древнерусский разговорный язык отличался от церковного, хотя церковный был всем понятен. Вот и нам с вами сейчас необходимо восполнить у себя самих и у тех, кто попросит нашей помощи этот большой пробел в церковной культуре, в церковном благочестии, пробел языковой. Полюбите сами славянскую речь, и все ваши слушатели ее полюбят и перестанут единогласно подписывать синоду свои неуместные послания. Свидетельствую вам из опыта. Практически всякого прихожанина можно и должно приобщать к родному богатому языку церкви святых апостолов. Прочитайте людям Евангелие апостол, переведите так и сяк непонятное слово, разъясните грамматические обороты, и вся древняя речь вдруг засверкает перед вами, зазвенит и заиграет, и все ваши слушатели почувствуют и полюбят ее поэзию, поймут, что она родная и близкая. Но простите за откровенность, дорогой Игнатий Тихонович, я все-таки не верю, что вам так уж нужен разговорный язык богослужений. Тут нечто другое. А что? В какой-то мере ответ можно отыскать в вашей статье о благовестии, где вы доказываете права мирян на это дело, доказываете горячо, с напором, с явным пересолом. Может показаться, что все беды церкви и кошмары революции именно от того, что злые попы узурпировали право на церковное благовестие, отняв поумирян. У меня нет возможности пространно ответить вам по существу. Скажу лишь, что никто правомирян помогать друг другу наставлениям и учениям согласным с православием не оспаривает. Корень вашей беды в другом. В начале статьи вами проведено фоксимилье особого благословения на миссионерскую и деятельность выданного вам митрополитом Виталием. Объяснено также, что это редчайший, читай, единственный документ наших дней. Приведена тут же и фотография вы, а по краям два иерарха нашей церкви. Другая фотография вы преподаете в школе, вас внимательно слушают, слушают, записывают ваши слова в толстые тетради и через всю статью красной нитью проходит. Главная беда церкви, что миряне не проповедуют. Но не права некоего сословия мирян защищаете вы. Где они, эти толпы, жаждущие проповедовать вместо священников. Ведь всем ведь очевидно из текста, а еще более из иллюстрации, что это все о вас, ваших правах. Исключительность вашего положения, как мирянина проповедника, подчеркнутая вами нарочито, призвана указать любому читателю и слушателю. Вот кого надо слушать, если хочешь услышать что-то нетривиальное. Но если бы даже священник или епископ с кафедры в таком тоне произнес свою первую речь, можно было бы сразу сказать уклоняйтесь от такого оратора, ибо он прежде всего желает проповедовать себя в противоположность известным словам апостола. Не себя проповедуем. Благовестие благовествует, а не отстаивает свое право благовествовать. Вот вы почему-то взялись за богослужебный язык, добиваетесь хотя бы малого, позволения пока лишь читать священное писание за богослужением по-русски. Но это как раз менее всего необходимо. На апостольское и евангельское чтение обычно произносятся проповеди. И эти тексты больше всего всем знакомы. Чем объяснить эту нелогичность? Только одним желанием во что бы то ни стало настоять на своем. Проторить тропу рядом с стороны дорогой, но тропу свою. Отвергает ваш епископ ваши притязания. Пойдем дальше, напишем в Синод. Отвергнет их, конечно же, и Синод. Боюсь, что беда будет от вас и Синоду. Все запишите в книжники и фарисеи. Хорошо, если этим и кончится. А в общем-то это не так уж важно. Напишем мы что-то или добьемся чего-то своего не так уж важно. Но многие простецы нас с вами уважают. А не так уж важно, что многие простецы нас с вами уважают. Мало ли к каким лжецам склонно прислушиваться толпа. Мало ли какими мы можем увлечься ошибками. Церковь истинная на земле пребудет до скончания века. А коли так, всегда найдутся в ней и авторитет повыше нашего, и ум поострее, и сердце погорячее, и дух смирения. Вот с этим и заканчиваю. Примите, прошу вас, со снисхождением и благосклонно. Ирей Тимофей Алферов. Возвращение номер четвертый в скобках восемь тысяча девятьсот девяносто шестой год, страница с двадцать девятой по тридцать вторую. Всю жизнь учись и дураком помрешь. Кто выдумал пословицу ленивым, что знания чужие не оценил ни в грош, не засевая свою под черепную ниву. Не засевая свою под черепную ниву. Вот если выводов положительных не делать, багаж и знаний просто для диплома, то поговорка с дурью на нас восярит смело, при первом повороте тот час в кувет заломит. Умение к спасению применю, чужой из тысячелетий приложимый опыт, изысканное всем на удивление меню, а недоморощенная кислота и копоть. Мечтал найти учителей известных, учесть ошибки, промахи, приверстки, какие специи жизнь добавляла в тесто и почему их хлеб до нас дошел не черствый. Несиеминутным интересам движим предвзятости не угодить бы в рабство, слепцы чужие черепки оближут, не насладившись состоянием райским. В библиотеке тонны пыльных книг перелопатил, рассовал в конспекты, познал, что и один библейский стих все перетянет, даст душе ответы. Предузнана, как дальше задымит, предсказана, где взрыву совершится, где в пояс колбасу влез динамит, дверь в преисподнюю лбом бьет шахидка. С библейской историей не спорят, благоговейно почеши затылки, рассматривая героев прошлых корень, потоком слез туши свой корень пылкий. Похотливы на зло, как все козлы, в пустыне участь их, конечно, не завидна, весть о Христе нести не только к добрым, к злым, не стать гербарием, скрываясь в келье с Сиднем. 29 апреля 2005 год Игнатий Лапкин. На сегодня все. Благодарю за внимание, за помощь. Спаси Христос. отошел. Великобритания.